Около недели назад прямо на детской площадке между многоэтажными домами по улице Высоковольтной произошел прорыв трубы. Тогда местные жители выяснили, что коммуникации были проложены аккурат под качелями и горкой. Ближе к вечеру на место аварии приехали и ремонтники. Поздно вечером мы увидели, что на детской площадке стоят техника, стоят какие-то бульдозеры, там какая-то вот техника. Ну и естественно последствия работы этой техники мы увидели, когда наступило утро. Потому что вот наша чудесная площадка, которая в общем-то всегда была любимым местом времяпровождения детей, превратилась просто в какое-то неприглядное зрелище. После того, как аварийная бригада уехала, местным жителям предстала неутешительная картина. Почти половина территории детской площадки перекопана. Пропал почему-то и детский инвентарь, а именно горка и лесенка. Как будто коммунальная корова языком связнула. Нет ни горки, нет ни лесенки, на которые лазили дети, и куда они делись совершенно непонятно. Во-вторых, качели. Под ними была разровнена площадка настолько, что дети могли качаться даже в мокрую сырую погоду, или там когда грязь. В общем-то была возможность подойти к качелям и покачать ребенка. Сейчас этой возможности нет. Сейчас нет, потому что все разрыли, и нам с девочками даже лазить негде, потому что мы не можем гулять из-за этой кучи. Впрочем, не в первый раз горожане жалуются на поведение ремонтных бригад коммунальных служб. Прорыв трубопровода, никто с этим и не спорит. Конечно, необходимо устранять. Однако про благоустройство территории рабочие почему-то всегда забывают. Кому и куда жаловаться на их действия местные жители не понимают. Никто из чиновников с ними на эту тему не разговаривает. А ведь молодым родителям хочется видеть вновь на своей детской площадке и горки, и качели. А не грубо перекопанный участок земли с кошачьими трупиками вблизи беседки.